Ребята, всем привет! Давайте я вам сегодня расскажу про этот вот телефончик. Это у нас Xiaomi Redmi Note 4 Pro. Телефончик довольно-таки интересный. И это будет мой мини-обзор. Хоть уже, конечно, запоздал и уже куча обзоров на него есть, но я еще свое мнение о нем не сказал. Если кому-то интересно, то не отключайтесь и погнали! Итак, мне, в принципе, вообще нравится продукция Xiaomi, но этот телефончик, ну, не стал, скажем, исключением, не стал вырываться из своего обычного потока телефонов Xiaomi, потому что формой он практически ничем не отличается от предыдущих, от Redmi Note 3, скажем, на, и даже чем-то похож на своих братьев меньших, Redmi 3, Redmi 4, 4X и так далее. 5,5 дюйма у нас экран, Full HD разрешение, две камеры, основная камера 13 мегапикселей, передняя камера фронтальная на 5 мегапикселей. Камера может снимать в Full HD разрешении при 30 кадрах в секунду и довольно-таки неплохое качество съемки. Все это вы увидите в конце этого ролика. Двойная вспышка. Здесь у нас находится сканер отпечатка пальцев, о нем я расскажу сейчас немножко позже. Логотип Xiaomi. Ну и уже стандартные вот эти вот вставочки, такие, корпус у нас металлический, металлический корпус. Что мне в нем понравилось, это то, что несмотря на то, что телефон 5,5 дюймов, он по своему размеру не очень отличается, не намного больше моего предыдущего телефона. А почему я говорю предыдущего? Потому что этот телефон я оставил себе все-таки, мне он понравился, я забрал его себе вместо моего предыдущего Redmi 3. Вот, это небольшое отступление. Так вот, по размеру своему полностью, вот взять диагональ не экрана, а самого телефона, он не очень отличается, буквально на миллиметра 4. Почему? Потому что у Redmi 3 большие отступы, ну больше, не большие, больше отступы от края телефона до экрана. Здесь они довольно-таки небольшие, маленькие, поэтому сам телефон, он кажется такого же размера, но экран 5,5 дюймов. Экран довольно-таки хороший, плотность пикселей 400 dpi на дюйм, и яркости у него вполне достаточно, максимальная яркость. Ну, сейчас довольно-таки, ну, не ярко у нас в помещении, поэтому он даже немножко мне засвечивает, сделай меньше. В общем, на улице яркости достаточно, но в любом случае, когда я выхожу на улицу, ставлю автоматический режим, и он довольно-таки нормально, хорошо подстраивается. В помещении это не так хорошо, потому что все-таки он, ну, слишком уже опускает яркость экрана, и на автоматическом режиме пользоваться им становится неудобно. Как идут игры на этом телефоне, это вы уже видели. Кто не видел, вот внизу я оставлю ссылочку, да и сейчас вот ставлю сверху в аннотациях на обзор игрушек. Кто-то там писал, кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Ну, в общем, смотрите сами, нравится, смотрите, не нравится, не смотрите. Я просто на этом, чтобы уже не останавливаться, сразу пролетаем дальше. По поводу характеристик. Не буду долго рассусоривать, потому что все они в интернете, их просто уже куча, каждый может посмотреть. Antutu набирает 76,5 тысяч баллов. И что мне интересно, так, как бы вам повернуть так, чтобы было видно. Вот, Redmi Note 4, обратите внимание, что показывает процессор Helio X20. Это неправда, здесь стоит процессор от Дракона, Snapdragon 652. И, кстати, вот я поставил специально KPU-Z. И вот, обратите внимание, вот, 652 Snapdragon. Стоит процессор Qualcomm. Во всем остальном, Antutu показывает правильно. Я не знаю, почему, вроде бы, новая версия, кстати, обновился в Antutu, но все-таки он показывает как-то что-то здесь не так. Вот, Android 7.0. Процессор неправильно. Да, извините, ответили. Adreno 560 графический адаптер. Разрешение, я уже сказал, Full HD 1920 на 1080 пикселей. 13 меопикселей камера и 5 меопикселей основная камера. Ну, все эти характеристики в любом случае в конце ролика я вставлю, поэтому я быстренько пробежу, покажу вам, кто не хочет ждать. Опять же, показывает Mediatek почему-то. Ну, в общем, дело такое. Так, 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 что еще интересного. Плотность пикселя я сказал. Касание. Мультитач на 10 точек касания. Две камеры. Аккумулятор, да. Аккумулятор здесь стоит у нас литий и полимер. 4000 показывает. Хотя, вроде как, заявлено на 400. Естественно, никто этого проверить толком не может. Ну, и куча всяких... Посмотрите, сколько здесь датчиков. Здесь есть практически все, что вам нужно. Даже, наверное, то, что вам и не нужно. Потому что большинство из этих датчиков я, естественно, не пользуюсь. В любом случае, как я уже сказал, в конце ролика будут все эти тесты я вам выставлю. Положу, можете посмотреть. И, конечно же, видео приложу, какие-то фотки и видеосъемку. Итак, делая такое небольшое отступление заключения, могу сказать, что, в принципе, телефон мне понравился. Ну, это говорит о том, что я его забрал себе. Поэтому телефон мне действительно понравился. Неплохой. У него хорошая автономность работы. И при моей... А я его нагружаю неплохо. Он держит полтора, максимум два дня. Но, поверьте мне, я его нагружаю по полной. У меня постоянно работает интернет. У меня постоянно работает YouTube. Кстати, поддержка 3G, 4G у нас наконец-то появилась. И он так и работает, этот 4G. Вот. То есть, все нормально в этом плане. Нагружаю хорошо. Ну, два дня. Обычно два дня, да. Полтора, это если я совсем уже убиваю этот телефон. А так два дня он у меня держит. Вот. Хорошее качество экрана. Неплохие камеры. Вот. И сканер. Естественно, чуть не забыл про сканер. Сканер в духе Xiaomi. Xiaomi. Все хорошо. Смотрите, под любым углом. И довольно-таки быстро. Вот только дотронулся. Меньше секунды. Где-то полсекунды. И телефон разблокируется. Срабатывает практически 100 из 100. Да. То есть, или там 10 из 10. Кому как нравится. В каких пропорциях, таких и считайте. В общем, нормально. На 99% сканер срабатывает без всяких проблем. Ну, если, конечно, вы там палец положите как-то криво. Вот. Если попадаете хорошо на сканер, он, естественно, хорошо срабатывает. Вот. Понравилась батарея, аккумулятор. Да, в принципе, что. Ну, сам телефон неплохой. Звук из динамиков хороший. Вот. А теперь про не очень приятные, не очень хорошие стороны, которые меня в этом телефоне подразочаровали. Звук из динамиков неплохой, но он тихий. То же самое скажу про наушники. Практически все другие телефоны, которые у меня до этого были. Это был Redmi 3. Потом еще у меня какой-то там Xiaomi был. Я уже даже не помню. У Samsung были. У них были звук намного лучше, чем у этого телефона. Он неплохой. Я не говорю, что здесь звук плохой, но он тихий. В наушниках мне звука случайно действительно не хватает. Ее достаточно, чтобы ходить слушать, но все же, если я еду в метро, вы сами знаете, в метро очень шумно довольно-таки. Особенно, если когда летом открывают окна. В общем, грохот стоит страшный. И звук, ну, мне не хватает все-таки. Все-таки звук тихий в этом телефоне. Первый момент, который не понравится. Второй момент. Сам телефон металлический. Но, пока я жду, когда мне приедет чехол и пленочка, я заказал. Надо было, наверное, уже все же здесь его купить, потому что все-таки времени уже сколько прошло. Никак не доедет. Я, как бы я ни старался аккуратно его пользоваться. Я вот, когда ложу этот телефон на работе, я вот прям вот так вот аккуратненько его ложу, аккуратненько забираю. Но, тем не менее, я вам сейчас покажу. Он все же поцарапался. Как бы, вот, видите, да? Вот царапина. Причем царапина довольно-таки глубокая. И она тут не одна просто ее... Ну, камерой трудно передать. В общем, он царапается. Металлической аккуратно я им пользуюсь. Еще раз делаю специально такое отступление. Прям вот, что я пользуюсь очень аккуратно. Но, тем не менее, я умудрился его поцарапать. Это неприятно. Далее, что, опять же, мне не понравилось. Сборка у телефонов всего-то всегда хорошая. Но этот телефон меня почему-то вот так удивил. Обратите внимание, здесь вот в районе наушников 3,5 миллиметра, который разъем, здесь телефон просаживается. И я сейчас постараюсь вам передать этот звук. Потише сделать, слушайте внимательно. Понимаете, да? Вот здесь он хрустит. Вот эта штуковина, она туда проваливается. Не знаю, это у моего экземпляра или вообще у всех телефонов, но так есть. И то же самое немножко в районе ик-порта. То же самое. Вот верхняя часть, но здесь совсем так. Я надеюсь, вам слышно. В общем, проваливается. Оно, конечно, на функционалы ни на что не влияет, но все же как-то неприятно. Я его как-то взял, так думаю, блин, ну что ж такое-то, а? Вроде, вот все хорошо в этом телефоне, но эта вещь все-таки не то. Ну, в принципе, в принципе, больше мне сказать про этот телефон нечего. Во всем остальном, игры, запускаете там сколько хотите, вообще тянет без проблем. Ну, это неудивительно, потому что все-таки характеристики у него солидные. Все, ребята. Тем, кто смотрел этот обзор, и тем более тем, кто досмотрел до конца, его большая вам благодарность. Подписываемся на канал, ставим лайки. Сейчас, если кто еще хочет дополнительной информации, конечно же, будут тесты, видео, качество съемки, фото и так далее. Еще раз спасибо. Не забываем про группу ВКонтакте, про Фейсбук. Ссылочка на сам телефон в описании под этим видео, как и остальные там распаковка и... Что там еще было? Тест Игр. В общем, смотрите, и пока. Я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok